Это Днепропетровск. Завтра День Спасателя. В этой машине сейчас расскажет нам Петр. Мы нашли человека, который об этой машине знает практически все. Я правильно говорю, Петр? Практически правильно. Какого года выпуска на машинках? По солнцу надо стать. Вот так вот, по солнцу. Эта машина выпуска 1996 года. Они не серийные. Они пришли к нам по программе уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. Это между США и Украиной. Машин подобных было выпущено, по-моему, около 10 или 15 штук. Две из них находятся у нас в городе Днепропетровске. Особенности этой машины экипаж 3 человека. Машина оборудована бортовым компьютером. Коробка автомат. Кроме этого, она обладает всеми свойствами пожарной автоцистерны. Имеет емкость 9,5 кубов запас воды. Очень мощный насос, который может выдавать струю давлением 40 атмосфер. Это порядка 40 этажа, если так высоту поставить. Кроме этого, она вывозит и пожарно-техническое оборудование. То есть, мы видим лестницы, рукава на крыше кабины уложены специально. Рукава усиленные, 30-ти метровые по длине. Иди сюда. А еще такой вопрос попутный тогда по воде. Восполнить запас воды в какое время? Ну, по времени. Ну, в зависимости от давления воды, какое поступает в бочку. Особенно с данной машины, в отличие от наших зилов отечественных, здесь не бочка. Здесь емкость для воды – это пластиковые квадратные трубы, вложенные вдоль корпуса. То есть, машина при даже наличии половины запаса воды, ее на поворотах не опрокидывается. То есть, нет колыхания. А из открытых водоемов пополняться она может? Тоже может. А с какой скоростью заполнится, если пустая она, например, полностью? Ну, порядка там, по-моему, 10 минут. Ого. Нормально? Это что, получается 9,5 кубов за 10 минут возьмет? Да. Нормально. Вот же специально стоят заборные клапана для забора воды. Так. То есть, сюда подсоединяется наборно-всасывающий рукав и вот то, что вы спрашивали, с водоема. Вот через него. 10 минут мощный насос. Это почти 10 кубов за 10 минут. Нормально. Очень мощный насос здесь. Кроме этого, вот опять же отличительная черта этих американских машин. Специально их топоры для разборки конструкции. Ага. Ну и в пульт управления управлять можно так. Николай, в кабину можно заглянуть? Да. Поднимаемся. Вот такая вот кабинка вы наблюдаете сейчас. Удобно? Да. Удобно, да? Коробка автомат. Очень удобная. В работе простая. А какой расход у нее по дизелю? 43. 43 это по городу, да? Я понял. Ясненько. Бак 330 литров. Мощность двигателя 330 лошадиных сил. Дизель. Бак с той стороны находится. Пройдем. Ну, давайте так сделаем. Давайте. Вы хотите больше посадить? Да, конечно. Интересно. Зрителю будет идти. Есть, есть. Отсюда, чтобы полностью вот так попадает. Рассказывайте, Петр. Ну, это пульт управления подачей воды для тушения пожаров. Здесь вот вы видите специальные рычаги. Они каждый подписаны уже. Это выходы, сколько рукавов машина может подать для тушения пожаров. Угу. То есть с одной стороны и на другую сторону. Здесь вот это пульт управления лафетным насосом. То, что я говорил. Который может дать давление 40 атмосфер. До какого этажа он может достать? 40. До 40. Нормально. Нормально. Две с половиной, три минуты. Дополняете. Две с половиной. Ну, это из водоема, да. С водоема. Ого. Крутая машина. До 5 минут. Это получается не 10, а за 3 минуты 10 кубов почти. Да, да. Всасывающий при работе насоса. Супер агрегат. Так, так. Сверху вот вы видите, видите, вот рукав. Вот это все рукава, которые на машине, вот они сверху на крышу угрожены. Ага. Специально. Чтобы не занимать место. А это насос, я так понимаю. Да, это насос. Нет, это генератор. Электрогенератор. А это что за управление? Это запуск. Угу. Ясненько. Так, что, обойдем ее по кругу, машинку? Да. То есть вода подается вот же. Сейчас вода будет есть. Сюда накручиваются рукава и уже отсюда работает. Понятно. Это специальная подсветка для работы ночной апреля. Ясно. Так, ну это понятно. Багры. Багры. Трехколенная лестница. А лестничка на сколько выдвигается у нас? До третьего этажа. Третий этаж. Ясно. Ну это стандартная пожарная, скажем так. До третьего этажа. Угу. Так, что у нас сзади? Сзади у нас, опять же, это для пополнения цистерны. Угу. То есть, или, как мы аварийно с той стороны, может с водоема, или через от пожарного гидранта, ну через это. А это что? А это аварийный сброс воды с цистерны. Если необходимо сбросить лестка в воду, то рычагом открывается клапан и вся вода уходит. А в каких случаях может быть аварийная вода не понадобится, чтобы ее сбросить? Мне просто интересно. Если ситуация, скажем так, угроза срыва и надо срочно убрать технику, вот вам случай для сброса воды, чтобы облегчить машину, ей выехать. А, ясненько. Машина может быть использована и для тушения лесных пожаров, а там тоже самое, если ветер пошел на тебя, надо очень быстро. Николай, вас тоже снимает вот задняя камера. Петр, и вас боковая. Так эта картинка так лучше зрителю. Обойдем дальше, Петр. Да. Вот то, что мы оберлили, это напорно всасывающий рукава для забора воды. Угу. Дым опять же в багрой. Все остальное оборудование, которое необходимо, находится в выехать. И топливный бак, какой объем? Триста тридцать лит. Триста тридцать лит. Триста тридцать лит. Триста тридцать лит. Вот она. Вот и там на верху видишь. Ясно. Ну а это то же самое дублирующее, что мы с той стороны видели, да? Нет, это просто работа на две стороны. Каждая пожарная машина работает на две стороны. Может работать. Угу. Я понял. В принципе, понятно. Алёна. Я так понимаю, американцы бесплатно нам ее дали? Или за денежку все эти? Нет, они их и разрабатывали, и передавали в министерство обороны. Это их на свободном университете. Алёна. Я так думал, это по договору о ликвидации. И, скорее всего, это по договору бесплатно передали нам эту чудо-машину. Я так понимаю. Так, так, так. Ну, конечно, для городских условий она немножко длинновато. В наших улочках тяжеловато. Ну ничего, пожары случаются не только в улочках, правильно? Это ответ на вопрос, почему ее мало видят в городе на пожарах. Ага. Я понял. Ясно. 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 Алёна. Технический обзор провел. Алёна. Николай. И помогал. Водитель авто автомобиля. Водитель авто podiumа. Николай. И технический обзор Петр провел. Спасибо, с наступающим праздником вас! Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь им со своими друзьями, ставьте класс! Я Виталий, до новых встреч!